Девочка-пай 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 уже например там к лету тому же самому да и сейчас с вами посмотрим то есть платформа в достаточно высокой степени готовности и уже виднеется на самом деле изменяемое путевое развитие это тоже не может не радовать соответственно я так полагаю что движение немножко сместится к новой платформе и начнут разбирать среднюю платформу но когда-то было нет они крайне не было здесь было 4 потом то есть начнут среднюю платформу уже посередине могут они начать строить или возводить конкорс хотя могут бы они из противоположных стран начать но вряд ли мне кажется они постепенно будут все это дело строить что здесь вот делается полуподземные такие работы честно говоря не знаю если кто-то знает пишите в комментарии я обязательно закреплю ваше сообщение если вы в курсе и к чему относятся вот данное подземное сооружение давай чуть-чуть пролетим в сторону старого моста здесь тоже вот опять же на получается пути сдвинуться немножко влево специально давить вы им круширяли и все такое сделано для того чтобы чуть-чуть сдвинуть выразить и для чего для того чтобы у mcd были свои тупики которые будут естественно около допок рюкова и чтобы были свои пути но это мы сейчас все с вами еще посмотрим сейчас пока развернемся в обратную сторону чтобы посмотреть на конкурс с противоположной стороны то есть видите пока вот он в такой степени готовности мне кажется как только примутся вот за на вторую платформу то есть переведут движение уже работа пойдут более активно но и так на самом деле вроде как должны к началу 2000 ну или может быть к середине 2023 года все это дело тут запустить посмотрим посмотрим также перестраивается здесь подземный пешеходный переход он будет скорее всего транзиты насколько мне известно и исхода с платформ не будет то бишь если вы хотите попасть на платформу только через платную основу то есть вы выходите вестибюль проходите турникеты оплачете проезд и спускаетесь собственно я вот вам решил приложить несколько схем давайте мы их посмотрим как это должно было быть и как это будет это на западный вестибюль которая смотрит на новокрыковскую улицу и вот на схема путевой развития как она поменяется куда что сдвинется и можно обратить внимание что между восстановившим пунктом мально-ферсановской есть такой как бы вот переход до пути с одной стороны другую это как раз таки связано с тем что путем cd будут приходить на левую сторону как вот мы сейчас смотрим и там же будут уходить конечка чтобы не было враждебных маршрутов которые вынуждены электропоезда производить сейчас когда они уходят в депо то есть у них враждебный маршрут с теми поездами и электричками да там разными поездами которые идут со стороны санкт-петербург страны твери желательно конечно чтоб таких враждебных маршрутов не было тем более у нас здесь высокоскоростное движение используется и конечно же тут есть определенные ограничения давайте пролетим с вами дальше вот мы уже находимся с с вами около старого путепровода как раз видно что старый путепровод тоже перестра в свое время с заделом то есть видно что спокойненько пути можно еще левее провести и правее тоже соответственно пути высокоскоростной магистрали как я уже вам как-то как-то рассказывал когда мы здесь полностью пролетали будут идти справа как вот мы сейчас летим по ходу движения как их будут тут умещать загадка на самом деле будет гораздо проще видеть когда начнутся работы именно по строительству пятого что пути именно в этом месте пока что пока что начались какие-то минимальные работы в районе ховрина в районе путепроводов но не путепроводов мостов через лихоборку через канал имени москвы это я вам покажу же тоже немножко позже здесь тоже можно наблюдать что у нас к 4 мостным путем появился и видно что прям свежая отсыпка щебнем еще пятый путь и практически везде консоли которые держат контактные сети немножко стали шире чем раньше это связано с тем а может быть даже их еще шире сделать что вот если посмотреть прям видно где вот консоли стоят с большим шагом что здесь вот пути видите немножко вот уходит левее и потом встраиваются в основной створ именно в этом месте начнут сдвигать пути левее в том числе до платформы крюковым блин может быть непонятно надо все-таки изучать схему и не знаю посмотреть хотя бы как это описывает лоадер в своем блоге кстати на которую обязательно оставлю ссылку спасибо за то что вы есть такой ресурс и то что можно взять схемы достаточно подробные понятные если хотите разбираться но надо прямо это в это вникать если так вот просто посмотреть можно просто посмотреть что мы сейчас с вами делаем вот мы уже с вами подобрались к платформе точнее к остановочному пункту малина и вот вдалеке уже виднеется да вот очень многие у меня спрашивали фотографии когда в инстаграме выкладывал а это что это автодорога строится но конечно на автодорога так идет вдоль железнодороги потом хоп-хоп опять упирается железнодорог нет это как раз будет путь если вы знаете есть что-то подобное между остановочным пунктом останки на и петровско-разумовская там тоже есть такой вот переход но там невозможно было сделать более широком варианте поэтому там поезда очень сильный сбавляют скорость там них ограничение скорости есть определенная здесь скорее всего это будет немножко побыстрее поезда не будут так сбавлять скорость как это делается опять же на перегоне между платформе петровско-разумовская и останки на также хочу уточнить что пути высокоскоростной магистрали здесь должны идти вот тоже справа по-хорошему если я все правильно понимаю то есть вдоль нет не вдоль а как же не 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 да вдоль вот это насыпи и вот дальше дальше выпрямляться то есть здесь видите лес даже еще под 5 что путь даже не пилили сейчас все работы ведутся на какие-то мотоциклисты развлекаются только касательно mcd3 вот здесь вот значит нас путь тот который самый правый и ну если из москвы ехать да то есть он получается поменяется скорее всего я так понимаю остановочный пункт малина будет в виде одной платформы она будет островная и дальше крюкова та платформа которая ближе к новому городу то на как раз тоже будет именно под mcd3 он видно уже что залили кстати фундамент под опору вот такая она массивная тоже железнодорожный транспорт он должен выдержать больше нагрузки чем автомобильный транспорт какой бы тоже там какая бы самая тяжелая техника не проходила поэтому здесь вот так массивная и такие вот большие насыпи ну вот но собственно на этом здесь все тут ничего такого сверхъестественного не будет здесь будет стрелка скорее всего скоростная то есть по которым можно будет проходить ну примерно 105 120 км в час хотят сказать 150 нет конечно до 120 км в час то есть не сильно сбавляя ход там да там до 20 до 35 до 40 км в час а именно до 120 скорее всего здесь будет вот именно скоростная стрелка которая ну практически на всем октябрьском ходу на главных путях они практически везде присутствуют собственно и напротив дпо крюкова тоже там такая стрелка присутствует и собственно те поезда которые у которых крюкова будет конечно они просто будут менять путь и идти слева вот видите на на встречу ей этого летит ласточка экспресс а я еще раз сам повторю скорее всего платформально которые вот к нам от нас левее она возможно будет в итоге странной то есть путь будет идти с этой стороны эта схема у нас форму roads.ru а это у нас схема тоже с блога лодера так называемая станция хинки 2 и здесь мы видим что какие-то первичные работы начались по строительству нового путепровода через октябрьскую железнодорогу новый путепровод с большим количеством полос и с немножко измененная схема развязки в том числе с международного шоссе из ленинградский шоссе ну собственно это и будет ленинградское шоссе вот только-только какие-то работы начались почему потому что ту реконструкцию которую делали на самом деле тот путепровод который есть да он под ним можно и пятый шестой путь пропустить на самом деле он в очень аварийном состоянии я даже на ласке недавно опять же проезжал обратил внимание что весь он сыпется так так же как и первый митровский путепровод примерно так же поэтому лучше естественно перестроить и чтоб он был совсем новый единство что он будет смещен правее то есть вот сейчас видите он как вот линия такая по прямой идет ленинградская шоссе трасса м-10 россия а вот будто немножко сдвинут вправо вот к складским комплексом к трен и аптека ру это нас жк по-моему называется две столицы который ближе к нам и вот наконец-таки наконец-таки начал началось строительство мы с вами это наблюдали еще когда смотрели просто про mcd3 еще осенью и вот видите уже даже есть одна опора под пешеходный переход и даже есть видите как бы можно сказать мини-вестибюльчик да то есть подъем на к этому пешеходному переходу с противоположной стороны мы пока видим сами только залитый фундамент вот все это конструкция который мы видим с этой стороны но я думаю что сейчас здесь быстренько все соберут сварят металлический каркас и перейдут уже на другую сторону как раз я думаю фундамент на на берет определенную прочность значит дело в том что данный переход делал тоже с учетом прохождения пятого что пути высокоскоростного магистрали и также вроде как с перспективы на то что можно будет к этому вестибюлю присоединить эскалатор на галереи спуски на платформу химки 2 но пока что пока что речи о строительстве платформы нет хотя бы пока переход на что обратите внимание какое количество людей перед переходят дорогу железо дорога здесь ходит от сапсаны и ласочки экспрессы и конечно четыре пути перебегать это вам понятия не два естественно нужно делать либо подземный переход либо конечно отземные это очень рада то что работы ведутся может быть до конца не знаю следующего года может быть в этом году в принципе достаточно легкая конструкция может быть уже появится нормальный пешеходный переход главное что потом люди по привычке не ходили через пути как вот это было еще очень долгое время сейчас даже даже попадается в районе марфина построен подземный пешеходный переход и все равно люди по старинке перелазить через забор с велосипедами им не лень то есть нет ты спустись пешеходный приход нет мне нужно поближе к телебашине приду здесь я даже замечал спрашивал деле а что их на этот подвигает мне здесь проще класс вот немножко по балансе здесь увлечением это у нас железнодорожная станция химки сама платформа находится чуть 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 дальше то есть первый путь проводит у нас как раз соединение улица мира улица фронза а вот чуть дальше то нас проспект победа если мне понятия то есть такой большой достаточно дальше вдалеке уже виднеется мост через канал имени москвы и вот я сейчас только вроде как зум убрал тут под нами сейчас проскочит сапсан и я еще раз попытаюсь догнать его уже получается зумом дальше попытаюсь это сделать значит следующее у нас видео будет скорее всего по участку от но мы начнем наверное примерно от моста через канал имени москвы и посмотрим что у нас происходит там дальше вплоть до остановочного пункта лихобора дальше потому что пока движение никаких нет что касается продолжение съемка мтд-3 давайте я решу вопрос с дальностью полета мавика 3 и уже будем снимать участь на мавик 3 не на мавик 2 просто не вижу смысла уже если есть мавик 3 надо с ним работать поэтому думаю что весной уж точно тот участок мы до снимем до ипподрома тем более там особых изменений в принципе нет также вам предлагаю посмотреть небольшую панораму города зеленоград которую я сделал в конце и вот как раз сейчас хочу сказать что такое враждебный маршрут вот сейчас ласточка сдвоенная которая нас права как в кадре будет она как раз и выполняет сейчас враждебный маршрут то есть она уходит в депо но она должна пересечь пути которые идут по которым идут поезда с ну круглый ствери с санкт-петербурга это нежелательно в железнодорожном движении тем более высокоскоростном это нежелательно даже вот в метро стараются все съезды делать пошерстно так называемая тоже целая терминология если интересно можете за гугли посмотреть в общем лучше чтобы этих маржи враждебных маршрутов не не было и его не будет когда сделать вот этот переход между ферсановской и малина а я с вами прощаюсь до новых встреч до новых видео следующее наверное видео уже будет по им 12 если вы помните достаточно такой крупный наверное проект будет также хочу поздравить с днём рождения с одного из самых верных моих телезрителей зрителей на это сашу елагова которому исполнилось 19 февраля 36 лет спасибо за то что смотришь за то что оставляешь там комментарии пишешь и вообще следишь за каналом ну собственно как и все мы поздравим за рождение здоровья счастья успехов и всего самого самого наилучшего также я прощаюсь со всеми вами оставляю вас с панорамой зеленограда всего самого доброго и надеюсь самая последняя концовка это закат зеленограде вам очень понравится ваш кошмарюсь пока-пока а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...